С наступлением зимы и, как правило, туманов в республике участились случаи дорожно-транспортных происшествий. На федеральной трассе Лена в Нюрнгринском районе столкнулись два грузовика и микроавтобус, в результате чего пострадало шесть человек. С подробностями Виталий Абрамов. Инцидент произошел на 389-м километре трассы Лена, недалеко от Денисовской шахты. Тягач ФАФ из-за поломки был вынужден остановиться на обочине дороги. В это же время в попутном направлении двигался КРАЗ с полуприцепом, который из-за тумана и выхлопных газов не смог вовремя заметить стоящий впереди грузовик. Результат печали. Ту же ошибку совершил и водитель микроавтобуса Хюэндай Гранд Старекс. Причина, включив сигнал аварийной остановки и выставив соответствующий знак, поехал до ближайшего автосервиса. Причину ДТП водителя КРАЗа и Хонды пояснили тем, что они вовремя не успели остановиться из-за того, что обзор был ограничен клубами выхлопных газов, проезжавшие по встречной полосе грузовой автомашины. К счастью, при таком серьезном ДТП обошлось без жертв. Водители КРАЗа и микроавтобуса получили переломы ног, а пассажиры микроавтобуса, в том числе и двухлетний ребенок, благодаря ремням безопасности и детскому автокреслу отделались ушибами и черепно-мозговыми травмами. По тревоге, по ЧАЭС были вызваны дополнительные специалисты. Всем пострадавшим проведены рентгенологические исследования, компьютерная томография и оказана первая медицинская помощь, врачебная помощь получается. Сейчас они находятся на лечении в травматологическом отделении. Состояние пострадавших стабильно тяжелое, значит, двое мужчин у них переломы нижних конечностей, они будут готовиться на плановое оперативное лечение, на отсроченное, вернее, оперативное лечение. Остальные дети и две женщины, они будут получать консервативную терапию в условиях нашей больницы. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем водителям быть предельно осторожными и всегда учитывать дорожные и метеорологические условия, а также выбирать безопасную скорость и дистанцию при движении. И для справки, с начала года на дорогах республики произошло 931 ДТП, при которых погибло 96 человек и пострадало 1214. Это Ле Абрамов, Вадим Барашков, Григорий Охлопков, Анна Касаха, Юрингри, Якутск.